На федеральном портале нормативных правовых актов появился проект изменений в указ президента, которым регулируется полномочия ГИБДД. Последние пять лет автошколами заведует Рособорнадзор, который выдает им лицензии после заключения ГИБДД. Однако у чиновников от образования не хватает ресурсов на автошколы. В результате многие автошколы уже после получения лицензии начинают преподавать теорию по интернету, а водить учат на необорудованных площадках и во дворах. Полиция об этом знает, но поделать ничего не может. По замыслу нововведение развяжет руки госавтоинспекции, которая сможет отзывать лицензии и прекращать работу автошкол в случае нарушений. Также предлагается выдавать лицензию не более чем на пять лет. Инициатива уже нашла поддержку как в Союзе автошкол, так и в Министерстве просвещения и Рособорнадзоре. В конце прошлого года Volkswagen прекратил выпуск дизельных версий кроссовера Tiguan, мотивировав это невыгодностью производство дизелей Евро-5 для отдельно взятой России. Однако дизельные Tiguan составляли почти четверть продаж, и Volkswagen пошел на попятную. Дилеры возобновили прием заказов на моторы 2.0 TDI мощностью 150 сил. Как и прежде, этим машинам положены робот DSG и полный привод. Начальная цена 2 миллиона 89 тысяч рублей. Первые заказанные машины поставят клиентам в начале лета. Российские дилеры начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai. Модель лишилась дизельного двигателя, но обрела улучшенный интерьер, перенастроенный вариатор и пополнила оснащение. Всего предложено 10 версий. Базовая стоит 1 миллион 290 тысяч рублей и отныне включает обогрев лобового стекла и 6 динамиков аудиосистемы вместо 4. Для машин с 2-литровым мотором доступны 17-дюймовые колесные диски против 16-дюймовых у остальных модификаций.